Очень вкусные котлетки. Это как-то очень грустно звучит, если честно. Уже потратили около трех миллионов. Давай, увольняйся. Стой, 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 стой. Друзья, всем привет! Идем пожаловать на канал На Пару. Я сейчас выезжаю в Краснодар, чтобы посмотреть, на какой стадии находится наш ремонт. Ну а Максим параллельно с этим уезжает в Сочи на 9 дней с друзьями. У нас опять будет много вопросов, почему мы отдыхаем по отдельности. Надеюсь, что у него будут силы, и он сможет заснять там влог. Но у меня по плану еще девичник. Я надеюсь, у меня все получится заснять и вам показать. Этот раз я лечу налегке. У меня маленький чемодан, ручную кладь и сумка. В планах у меня выбрать двери, мебель, заказать кровать. В общем, очень много дел. Изначально предполагалось, что я полечу с мамой Максима. Но утром сегодня, в день вылета, она мне сообщила, что у нее температура 39, и, к сожалению, я лечу одна. Точнее, как одна. Один денек с нами побудет моя мама. Так что, как говорится, присаживайтесь поудобнее, и приятного просмотра! Субтитры сделал DimaTorzok В общем, сегодня какой-то не мой день. Во-первых, задержали наш рейс на 45 минут. Во-вторых, заставили выбрасывать мою косметику, потому что на упаковке было написано 100 мл, но там было намного меньше продукции. В общем, я выбросила косметики больше, чем на 10 тысяч. Мне очень обидно. Наверное, я сама виновата, но из-за этого испортилось настроение. В общем, сегодня какой-то получается очень странный сумбурный день. Все пошло не по плану. Ну что, мы долетели. В Краснодаре нереальная жаришка. Плюс 34, но по ощущению пишет плюс 40. Если честно, мне кажется, даже больше. Мы заселились в какую-то нереальную квартиру, и сейчас будет рум-тур. Так, у нас здесь есть кухня со всем необходимым. Диван. Он, кстати, раскладывается, мог еще один человек остановиться. Но и самое интересное. Тру-ту-ту-ту. Лестница. И здесь кровать. Ну, вообще, выглядит стильно и прикольно. Конечно, не очень большой номер, но зато все новое и хорошее. Еще этаж высокий. Класс. Мы арендовали квартиру в каком-то жутко концептуальном жарка. Вы только посмотрите, какие проходы и какие стены. Я такого еще не видела. Ну, и самое интересное. Цена вполне адекватная. За три ночи я отдала 12 тысяч за троих даже. Максим не прилетел, поэтому купила за двоих. Здесь еще вот такие прикольные стеновые панели возле лифта. Ну, молодцы. Заморочились хоть немножко. Ну, и самое интересное, то, ради чего я приехала в Краснодар вообще посмотреть, как выглядит наша квартира. Если честно, я была немножко в шоке, потому что я думала, что сделали намного больше. Но с ремонтом так всегда. Сначала ставят одни сроки, но по факту получается другое. Ну, что уже успели сделать? Первое, конечно же, снесли стены, построили новые. Сделали полностью разводку все электрики. Провели кондиционеры. Сделали разводку сантехники. Отштукатурили стены. Дальше на очереди будет укладка плитки и штукатурка. Уже все готово. Через два дня будут приступать. Еще планируется, что на следующей неделе привезут окна на балкон. Мы за них отдали 300 тысяч. Даже немножко больше. Потому что они больше 6 метров. Ну, а здесь у нас уже лежит пол. Он тоже готов уже к укладке. Ну что, мы посмотрели квартиру. Если честно, пока все еще серо и не кажется таким красивым. Но очень прикольно сделали перепланировку. Мне очень нравится. Сейчас я еду заказывать входные двери и межкомнатные. У меня вообще очень много планов. Мама со мной будет два дня, а потом она уезжает. Дальше я все сама. Так непривычно увидеть город зеленый, потому что мы тогда были в апреле. И совсем по-другому все воспринимается. И сейчас у меня уже даже есть чувство немножко дома. Знаете, так вот приятненько здесь находиться. И мама сказала, что ей понравился жилой комплекс, понравился город и вообще атмосфера. Кстати, что касается ремонта, мы уже потратили около трех миллионов. И это даже не середина. У нас изначально была определенная сумма, которую мы были готовы потратить на ремонт. Но мне кажется, мы выходим далеко за пределы сметы. Но я сейчас поговорила по этому поводу с прорабом, со строителем. И он сказал, что все контролирует. И мы должны выйти максимум на 1200. В чем я, конечно, очень сомневаюсь. Вчера был максимально сумбурный день. Мы столько всего успели сделать. Заказали межкомнатные двери, выбрали входную. Ну и потом вечером пошли с мамой гулять в парк Галицкого. Потому что все магазины строительные здесь закрываются в 6 часов вечера. В Москве все работает до 10 точно. Это, конечно, очень странно. Поэтому больше мы ничего не смогли, к сожалению, сделать. Сейчас мы направляемся на завтрак. Ну а дальше по плану у нас свет. И все-таки купить входные двери с этим суперзамком, который хочет Максим. Сегодня у нас на улице хорошая погода. Немножко душно, но я очень надеюсь, что не будет дождя. Я сегодня столько всего сделала. Каждый раз, когда я заходила в магазин, я хотела снимать. Но мне было не до этого, потому что я боялась, что не успею. Сегодня просто пятница, и все закрывается в 6. А местами даже еще раньше. Завтра я вообще не знаю, что делать. Потому что я выселяюсь в 12. А дальше надо подумать, чем себя занять. Но уже всем у меня будет в Москву. Максим, конечно же, не оставил мне ключи. И придется ехать к его маме, забирать эти ключи. Ну да ладно, это уже другая история. Я заказала себе наконец-то входную дверь, в которую смогут ставить биометричный замок. Максим очень его хотел, который от Самсунга. Так что строители обещали, что они это сделают. Еще я заказала наконец-то мебель. Всю к встраиваемому оказывает она столько стоит. Но ничего страшного, без этого никак. Сейчас я мчу домой, потому что мне надо смонтировать ролик на завтра. Успеть до 12 и его публиковать. Ну что, вся ночь впереди, работаем. Многие нас пугали пробками в Краснодаре. Когда мы были в прошлый раз, мы их не видели. Но в этот раз я ощутила их сполна. Улочки очень маленькие, и поэтому все стоит. Я сегодня проснулась пораньше, чтобы сделать ролик. И теперь пришла в Старбексе, загружая его. Он уже грузится, наверное, часа в полтора. Да, просто Wi-Fi класс. Лень я еще позавтракаю. Я сейчас еще жду строителей. Обступят некоторые моменты, и через пару часов у меня уже самолет. Ну что, через 2 часа у меня уже вылет. Я приехала в аэропорт, потому что боялась, что встану в пробку. Вообще, аэропорт Краснодара выглядит максимально скромно. Его не реконструировали, потому что здесь не было чемпионата мира по футболу. Только в тех городах, где он был, выглядит аэропорт нормально. Но ничего, я думаю, Галицкий все сделает. Особенно мне нравится это здание. Оно максимальный топчик. Я столько дел переделала. Просто офигеть. Если честно, я брала 4 дня, чтобы один из них просто погулять, отдохнуть. Но не тут-то было. Выбрала просто потрясающий диван. Завтра его закажу. Выбрала кровать. Короче, уровень продуктивности просто максималочка. Максим тем временем уже в Сочи. Там у них какая-то нереальная вечериночка. Оу май. Ну что, пацаны, бизнес? Полный бизнес. Ты все работаешь? Да. Давай, увольняйся. Все, сбор как бы. Вот она настоящая работа. Мотивационная речь перед вылетом. Пацаны, ваши яйца в ваших руках. Неплохо. Пацаны, не п***йте ваню. Мы сейчас находимся в одном из бизнес-залов Домодедова. И делаем обзоры на местную кухню. Ханкин. Неплохое пиво. Но и нехорошее. Нормально. Хочу похвалить котлетки. Очень вкусные котлетки. Мы взяли на все котлетки. Очень вкусные котлетки. Если вы придете сюда... Раз не пусть. Это первое. Наш друг нашел лайфхак. Если что, он инвалид по мозгу. Добрый день. Можно ли войти? Они такие, нет. Идите в другой бизнес-зал. Ты знаешь, что в аэропортах пить нельзя и в самолет не пустят пьяну? В какой бизнес-зал нам идти? Я спрашиваю. Они такие, где 31-й выехал? Ты фигово играешь. После Певчанского сложно концентрировать. В левом углу ринга. Иван. В правом углу ринга. Никита. Ну вы, конечно, не в ужасе. Разгромная победа. На самом деле, я не знаю, что это за видос получается. Но я забыл паспорт в самолете. Ждем, пока мне сотрудник А7 вынесет паспорт. И пойдем в клуб. Но у меня есть ответочка. Через неделю у меня будет движник. И мои подружки-девочки готовят мне какой-то сюрприз. Так что, я думаю, будет очень весело. Мама меня напугала, что в аэропорту Краснодаре очень много народу. Когда она улетала, вообще не было ни одного свободного места. Я приехала заранее. И туда-дам, смотрите, вообще практически никого нет. Хотя сегодня суббота, между прочим. Ну что, друзья, сегодня у меня девичник. Вы только посмотрите, как красиво меня уложили и накрасили. Мне кажется, я похожа на настоящую голливудскую диву. Я уже собрала чемодан. Я начала собирать чемодан на девичник. Вы только посмотрите, что я с собой взяла. Такие прикольные штучки для фотографий. Здесь одевать с едой и алкоголем. Здесь у меня фото. Сменная одежда на все случаи жизни. Еще я заказала клубнику простую. Клубнику в шоколаде. Бокалы. Так что, я думаю, будет очень весело. Ну и, конечно же, пижамки для фотосессии. Я изначально хотела отмечать Москве-сити, но аренда отеля там какая-то заоблачная. Поэтому арендовала другой отель. Сейчас вам покажу рум-тур. Приедут мои подружки-девочки. И я вас со всеми познакомлю. Потом у нас будет фотосессия. Ну а дальше мы идем в какой-то клубчик-барчик. Мы еще точно не решили. Блин, если честно, вообще не верится, что я невеста. И у меня скоро свадьба. Так, ну что, сейчас будет опять ваша любимая рубрика рум-тура цветы. Так, что мы имеем? Мы имеем гостиную. Здесь, конечно же, есть уборная. Мне кажется, очень красивые двери. Смотрите, какая огромная спальня. А самое главное, я за виду платила 5 тысяч. Так что, а, красота какая-то. Еще с погодой-то повезло солнечно. Да, здесь даже есть кухня со всем необходимым. Кофемашина. Огромный холодильник. Ничего себе. И есть еще одна спальня. Она такая же симметричная. Но мне нравится, что здесь почти рабочее место. Можно ролики монтировать. Ну, миленько, миленько. Я, короче, сказала девочкам, что мне, в принципе, ничего не надо, кроме шарика. И они мне заказали шары. Если честно, я больше всего хотела шар, который с кольцом. Мне кажется, он самый топчик. Почему-то он меня ассоциирует больше всего с девичником. Вау. Какая милота. Так, надо придумать, где у нас будут фотозоны, в какую сторону. Именно аналогичнее вот здесь. Закроем туалет. Будем здесь все фоткаться. Так расчехляй кольцо. Размер почти как у меня. Мне очень круто выглядит. О, боже. Так, тихо. Какая милота. Это как-то очень грустно звучит, если честно. Я что-то не задумывалась об этом. Перья. Как они это делают? Очень круто. Угадаешь, что же тут? Не знаю. Так, что уже было? Так, она сказала да. Так, не знаю. А что еще осталось? Что там банальное? Что-то вишник. Пить? Нет. А, какое что там? Так, пить, не пить. Пить, а чек. Друзья. Friends. Best friends. Так, урок английского со Светланой. А, точно. О, да. Глупенькая, точно. Слушайте, слушайте. Вот она готова. Ну, слушайте, посмотрите. У меня на садьбе не будет фаты. Хоть здесь похожу. Сразу видно, что невеста. Не перепутаете. Так, ну что, все собрались. Срочно, срочно, быстро. Каждый говорит поздравление. Быстро поздравление. Импровизация. Импровизации нет. Ты проиграла. Лена, твоя очередь. Я хочу, чтобы у вас не было никакой бытовухи, чтобы у вас была вечная страсть. Ага. Так, Саша, давай. Я бытовуху тоже. Вот, сразу понятно, мои подруги. Кстати, девочки мне еще подарили такие милейшие капкейки. Да, так что, короче, сейчас будем делать фотосессион. Да, вот наша первая фотка готова. А что, вы теряетесь, так? Не теряетесь, не теряетесь. Ну что, у нас фотосессия в самом разгаре. Вы только посмотрите на атмосферу вечеринки. Девочки, вы счастливы? Очень, мы, друзья, счастливы. Это самое главное. Ну что, пьем до дна? Да, я уже... Сама. Ты просто не отстанешь, молодец. Сейчас будет такой щелчок, а дальше много-много наших фоток. Ну что, своя ношу не тяжела. Мы тащим все шары домой. На самом деле, девичник прошел хорошо. Все себя чувствуют нормально. Саша даже в 7 утра поехала на работу. Мы мысленно с ней, но сейчас мы едем за кофе. Ну что, друзья, эти две недели получились очень насыщенным. Я столько всего переделала. К сожалению, не получилось все подснять, потому что первым делом была работа. Но впереди нас ждет еще одна поездка в Краснодар. На этот раз с Максимом, и мы будем делать уже с ним его студию. Тогда уж точно все подснимем и покажем. Тем более, уже квартира будет в белом виде. Я надеюсь, что к нашему приезду уже покрасить стены, и все будет намного понятнее. Я очень довольна, как прошел девичник. Огромное спасибо моим подругам, что они все это организовали. Мне кажется, мы максимально круто повеселились. Этот месяц будет супер насыщенным, потому что у нас заканчивается ремонт, свадьба, переезд. Я очень надеюсь, что мы даже, возможно, успеем купить собаку. Поэтому обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить эти ролики. Ну и оставайтесь с нами на пару веселей.